я уже нарезала все овощи вот так вот режем картошку чеснок лавровый лист перчик зеленый продолжаем пока на большом огне все это держать друзья мои приветствую всех сегодня у нас с вами будет такой семейный лук сегодня выходной и что-то очень борщика захотелось давайте сварим вкусный домашний борщ я покажу как я это делаю быстренько сейчас даже без мяса будем варить я очень люблю именно в таком исполнении главное добавить такие хорошие пряные специи борщ вас будет вот такой я уже нарезала все овощи вот так вот режем картошку чеснок лавровый лист перчик зеленый обязательно придаст аромат капуста которая у меня была добавлю свеклу морковку и вот здесь у меня уже готов лук вместе с томатом буду делать пряный такой борщ ну чтобы согреться у нас сегодня еще дела в гараже нужно развесить мясо для копчения будем с вами развешивать для того чтобы на новый год и коптилась она и не вялилась вот придем наверное замерзший потому что хотя сегодня уже немножко потеплее температура но все равно захочется покушать вот я хочу добавить хмели сунели у меня вот такая приправа есть и больше получится классно так сейчас давайте разогреем вот в таком казаночке буду варить сейчас обжарим все овощи сейчас бросаю сразу для обжарки картофель а то что у нас пойдет для соуса это помидоры вы можете добавить еще резанные помидоры домашняя лопатку ну сразу добавляю Добавляем еще свежий молок и черный пек. Хорошо перемешиваем и оставляем немножко обжариться. Потом закрываю и кормлю минут 15. Обязательно для аромата лицевого масла. У меня еще приправка сельдерея моя есть, которую я сама делаю. Прям ложечку добавлю, потому что мне кажется, что для сельдерея это прекрасная приправа, чтобы сделать такой насыщенный бульон. Так, все жарится, шкварчит. Всех надо открыть, закрыть. Посмотрите, вот когда до такого состояния у нас все это доведено, продолжаем пока на большом огне все это держать. Я беру свой новый чайник и заливаем водичкой. Вот в таком приготовлении борща, что хорошо, вы делаете, то есть у вас есть определенное количество заправки, и вы делаете бульона столько, сколько вы хотите, какую густоту борща вы предпочитаете. Ну вот у меня сейчас вот так получилось. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы еще дольем сюда бульончиком. Так как у меня борщик уже вот так вот очень сильно закипел, я снижаю на средний огонь и уменьшаю комфорту, чтобы он у меня именно томился. Доливаю сюда бульон до нужной. Я, в частности, сейчас налью обычную воду. Наливаю, все это у меня закипает. Обязательно сейчас пробую на соль в это время, потому что сейчас я все это закрою, оставлю томиться где-то минут на 20 на медленном огне. Закрываю и оставляю томиться 10-15 минут до готовности всех овощей. У нас, как видите, тут в доме затеяли в подъезде ремонт. Ну, не капитальный такой, косметический. Я стараюсь на лифте не ездить, но спускаюсь пешком. Мы сейчас едем мяско вешать бараш. Сейчас расскажу, что с мясом нужно сделать. Это то мясо, которое у нас будет на Новый год. Мы его будем кушать. Сейчас сначала разложим в гараже, потом будем коптить. Сейчас я покажу. Мы привезли наше мяско. Будем раскладывать его в гараже. Сейчас самое время это делать. Потом, когда похолодает уже, тогда повезем его домой. Так, пока у нас не пришел наш помощник, который будет меня снимать, я вам сейчас расскажу. Значит, это мясо. Вот у меня еще одна сетка, потому что оказалось, что один кусочек мяса у меня не убран в сетку. В сетку я обязательно упаковываю все, потому что она притягивает вот эти вот, видите, места, в которых потом у нас не должно быть воздуха. Оно все притянет и приклеит к этому кусочку мяса. Значит, сегодня ровно две недели, как это мясо у меня лежало в холодильнике, в засолке. Ну, то есть я его обсыпала солью, убрала в пакеты специальные для вяления, которые я покупаю на сайте Ем Колбаски, и убрала в сетку. Затем положила вот каждый кусочек мяса, положила вот в такой пакет. Вы можете в любой другой обычный пакет, для того чтобы... Дело в том, что вот через этот чудо-пакет для вяления мяса без термокамеры влага просачивается, а нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы весь рассол, который при посоле выделился из куска мяса, чтобы он питался обратно. И вот в эти две недели мясо как бы находилось вот в этом рассоле в холодильнике, и никуда рассол не испарялся. Сейчас я запакую вот этот кусочек также в сетку, и мы все это разложим в открытом, не работающем холодильнике. Вот так вот у меня лежат решетки, и сюда прямо на решетке я это все положу, а крючки у меня для колбасы. Колбасы пока я не сделала для вяления. И еще дня три это мясо здесь будет находиться уже вот без желтых пакетов, оно будет подсыхать, впитываться окончательно будет сок, и дня через три мы повесим его на копчение. Так, вот у нас этот кусочек мяса, который мы должны сейчас убрать в пакет. Видите, вот здесь еще внутри находится сок. Это хорошо, что этот сок никуда у нас не испарился, он должен впитаться сейчас обратно в мясо. В течение трех дней мясо должно немножко у нас подсохнуть, и только тогда мы будем его коптить. Вот так вот я натягиваю сетку на кусочек мяса, чтобы пленка, пакет плотно прилегал к мясу. Здесь самое главное его не проколоть, потому что пакет для вяления должен быть герметичным. Задача эта не простая, потому что сетка должна быть плотная, и она плотно прилегает по мясу, но все выполнимо. Для этого она и служит нам, чтобы влегать кусок мяса очень плотно. Все почти мы сделали. Весь бульон, вся влага распределится под сеткой. Вот кусочек у нас остается, можно немножко вытряхнуть, так чтобы потом мы здесь могли завязать, потому что именно за сетку мы будем вешать, не за пакет, чтобы в пакете вот здесь не оставалось пространство воздушного, мы будем вешать именно за пленку, ой, за сетку. Поэтому с этой и с этой стороны должен быть кусочек, за который мы завяжем. Сейчас все обрежу. Здесь находимся в гараже, здесь разные посторонние шумы, которые попадают постоянно, поэтому я здесь с микрофоном. Так, вот с этой стороны тоже завязала узел, и здесь завязала, и подвешивать потом будем за сетку. Но пока до подвешивания нам рано. Пока я беру и вот так вот раскладываю. И каждый день нужно будет вот так вот переворачивать эти кусочки, чтобы влага, вот видите, бульон, который здесь, он потом перекатывается в другую сторону, там впитывается, и постепенно он впитается. Вот так вот я все кусочки сейчас завязываю. Так, вот это темное мясо, это у нас оленина, и тоже она вот еще, вот у нее сок видно. Дня за три он должен впитаться, то перед копчением у нас мясо должно быть абсолютно сухое. Если оно таковым не будет, то мы его подсушим еще в духовке. Но влаги при копчении быть не должно, иначе будет кислятина и горечь. Так, вот у нас это оленина у нас со специями. Это у нас просто соленая оленина, и еще два кусочка у нас шеи. Одну шею мы уже с вами положили. Сейчас положим еще вот этот красивый кусочек. Вот так выкладываем, чтобы между ними было пространство. Обязательно, чтобы продувались они. Холодильник мы закрывать не будем, потому что влага должна уходить, как я уже сказала. Сильно плотно не кладем. Сюда и остальные кусочки на полку. У нас один, по-моему, остался. А, два еще кусочка. Конечно, куски, которые не жирные, вот эти оленины, они подсохнут быстрее, в них меньше бульона намного, потому что свинина у нас жирнее, но и копчение на жирные места ложится намного лучше. То есть свинина будет более золотистая у вас. Это я сразу предупреждаю. И более ароматная, потому что чем меньше жира в мясе, тем сложнее его закоптить. Все. Оставляем это на три дня. По возможности будем вот так вот переворачивать, чтобы влага у нас не застаивалась с одного места. Ну и чтобы вот от сетки у нас ничего не отпечатывалось. А потом будем уже подвешивать. Ну все, можно ехать дальше? Да. Значит, сейчас, пока мы немножко будем маневрировать, я хочу рассказать о о вялении, которое мы будем делать к Новому году. Можно сказать, подготовили деликатесы к Новому году. Обязательно покажу, как они получились. Значит, я вялю в гараже, потому что нужна оптимальная температура не выше 12 градусов. То есть от плюс 2 до 12 градусов. То есть заморозков не должно быть. Соответственно, примерно такая температура у нас будет сохраняться где-то октябрь. Ну и надеюсь, что ноябрь тоже в гараже заморозков не будет. Потом мы отправим это мясо на наш балкон. Вот. Если будут сильные заморозки, тогда там тоже будет такая температура. Если заморозков не будет, тогда на балконе у нас будет жарко, и я отправляю в холодильник. То есть вы имеете в виду, что оптимальная температура для вяления от плюс 2 до плюс 12 градусов. Выше уже будет мясо слишком сильно подсыхать. Как я справляюсь? А, еще должна быть влажность около 70% воздуха. У нас сейчас как раз наступает период осени и зимы, когда влажность очень низкая. У нас летом высокая влажность, сейчас как раз ее нет. Вот такой парадокс, когда оптимальная температура для вяления, так скажем, без термокамеры пропадает влажность. Но с этим тоже можно справляться. Каким образом? Если вдруг начинает образовываться вот эта корочка закала, слишком пересыхает, мы просто убираем опять же вот в эти желтые пакеты, как я сейчас показывала, с которых я вытаскивала. Либо вакуумируем. Он примерно на неделю, на 10 дней. В этот период прекращается завяливание мяса, а ферментация его происходит дальше. То есть у нас вообще задача какая, когда мы вялим мясо? Это ферментация, чтобы в нем появился хороший, богатый вкус мясной. Вот это задача, которую мы преследуем. Пересохнуть оно сильно не должно. Ну и в процессе вот за эти два месяца мясо у нас должно потерять примерно 30% веса. Можно еще на это ориентироваться по готовности. Ну а дальше в принципе мы это мясо, которое сейчас повесили, можно оставлять висеть хоть до 8 марта. Чем дольше оно будет висеть, тем богаче оно будет по вкусу. Вот в чем весь смысл. А то, что мы будем коптить, это просто дополнительное обогащение вкуса. Потому что щипа у нас хорошая, с можжевельником, немецкая и еще с другими специями. Поэтому копчение нам даст дополнительный вкус, ароматизацию, ну и плюс цвет. Особенно это будет видно на свинине, которая с жирком. Цвет прямо такой будет ярко насыщенно красный. Ну на говядине чуть поменьше, потому что меньше жира. Ну вот такой процесс длительный, но со вкусным результатом, надеюсь, нас ожидает. Ох ты. Продолжение следует... Нам осталось ходить на спорт сегодня. А что-то в субботу вечером у нас никто заниматься не хочет Зал у нас практически густой Вот такой Ну а мы поделали все домашние дела Занимаюсь я обычно Бегаю и похожу 3-5 километров Ну и потом Немножко силовых Силовых тренажеров Чтобы держать мышцы Свои в тонусе Вот Поэтому сейчас покажу немножко Ну наверное сегодня 5 километров будет Пресс, тренажеры, сауна И суббота закончится у нас Прекрасно А ну дома у нас ждет бочек Которую мы с вами варили Это будет прекрасное завершение нашего дня Ну вот мы вышли из ночного клуба Из спортивного клуба, конечно Набегались, назанимались, намылись Вот я уже такая распаренькая И хочу с вами попрощаться с этим Блогом, который у нас сегодня был Длинный субботний день Много успели сделать Ставьте лайки, подписывайтесь И пишите, как у вас проходит субботний день Всем пока